Боже, будь милостью ко мне, грешного. Создав имя, Господи, помилуй меня. Вячеслава согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, оковоисим, обложите тебя, Богородицу, Писусом, Боженую и Порочную, Мать Бога нашего, Честнейшую, Херувину, Славейшую, истину, Серафим, безысление Бога, Слово Божицу и Сущую, Богородицу тебя величайно. Слава, Сыну и Святому Духу, Ины и приступа, во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес и измерцую, Господи, Сутихи, Христе, Сыне, Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, Силы и Счастного, Житворящего Христа, Святых Анкелов, наших родителей, всех ради святых помилуй, спаси нас. Господи, благослови, человек, полюбишь, аминь. Господи, милосты, буду грешен. Создавь меня, Господи, помилуй меня. Бесчестус, я согрешил, Господи, Прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий и весь мир наполняющий, Источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, И очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи. Очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, Святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, Сущий, на небесах, да светится имя Твое. Да проявит Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на си день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благе. И ангельскую письму соглашаем Тебе сильный. Свят, Свят, Свят ты Божий. Молитвами, Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце. И открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, Свят, Свят ты Божий. Молитвами, Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полность. Свят, Свят, Свят ты Божий. Молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие. И поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться слове Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открой уставы, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать Святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу! Придите поклонимся и припойдём ко Христу, Царю нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Салон 140. 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 Сал 140. Салон 140. Сал 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 140. От самых полных родителей, родников, благосестителей, митрополита Илариона, епископа Итихи, Вениамина, Агафангела, Геомида, Тихона, Антония, Священнерея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Ангросия, Вадима Засимова, митрополита Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Тихона, митрополита, и весь священничец и иночец Кичин. И вы же есть и служители твоих миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Да, еще нам, священника, если угодно тебе, смири, Господи, власти и войск твоих, наведи страху на них, и через них сотвори благое церкви твоей, сохрани их от покушения на них, умудри их издавать мудрые законы, да были дали достойно прожить людям, имея достаток, да удовольствием уделять нуждающимся. Коснись ясно владения Радимителя, Дональта, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, Марсултана. Дай мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Господи, помилуй детей Сирии, приди к ним на помощь, не дай погибнуть. Слава тебе, Боже наш, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И без всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и помоги нам прожить этот день, неукоризненно прославляя тебя, употребляя взгляд горнему к вечному тебе, Боже. Слава тебе. Сохрани нас здесь, Господи, члене наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серафима и сына ее неверующего Владимира обратить. Благослови Людмилу, любовь, Владимира, Алексея и Иосифа. Пришли добрые жители, дети, знающие на тебя, любящие и уставы твои. Сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никитую, Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифтину. Найди новая душа. Расширь пределы общих. Победи всех на благовестие. И помилуй Валентину, Екатерину, Надежду, Евгения, Анастасию, Наталью, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Расим, Едру, Александра, 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 Сергея, 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 Анатолия, Вячеслава, Вячеслава, Дмитрия. Всех, ты знаешь, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины. Екатерину, Екатерину, Галину, Иссамину, найди, обрати, дабы она познала тебя и дала служение тебе. Слава тебе, Боже наш. И от пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. И над ним все наше родство. Эндокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И романа избавила духа лжи. Богослови путешествующих, Раиса, Лаиса, Виктора, Детами, Синдаги, духовное рождение свыше. Коснись сердца врагов наших злобствующих, погибающих в нечестие зла. Не дай им погибнуть, и в судный день не помяни их безумия. Александра, Александра, Дени, Никто на себе и благослови благодетели наших, Воздаем, Добром, Елену, Людмилу, Неанилу, Александру, Татьяну, Евгения, Наталья, Надежда, Юрьевича. Аллинуя. На сети болящих. Носи, предус, перенести все безропотно. И пошли мы в исцеление, это, Валерия, Ленариона, Кирилла, Владимира, Надежда, Валентина, 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 Татьяна, Мария, Александра. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов, ибо по Твоему благоволению все свое время может оказаться на пользу. Аллилуйя. Сохрани наше сокровище в интернете и книги здесь и в пути. Упродящиеся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрюх, Шестава, Виталия, Валентина. Обратите в Фетю, Мартина, Германа, Александра, Штимона, Леонтия. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня внешне. Слава Тебе, наш Бог Егова. Алва, Отче. Свят, свят, свят Господь Савао. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Выше Богу на земле, мир в человеках, благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне вену в Тебе, страх под Тобой и ожидание Сына Божия. Благодарю за тот день, который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. И на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Своими. Господи, воздай милость Тебе всем, помогавшим нам в путешествии. Павла, Зинаидова, Владимира, Людмилу, Надежду, Дмитрия, Сергея, всем помогавшим, признавшим. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой Ангел, и за эту ночь. Сколько лет Ты хранила, защищала от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, добрый мой Ангел, не покинешь смерть, и сейчас, когда душа будет размущаться от тела, и проведи душу мою помытарство. Ведея на веки вечное Царство Христа Бога нашего, Аллилуйя. Я, креститель, претеща Христом, а не Бога, а нас, мужчина, Господи, житель в бедности. Имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не раздать, никому не завидовать и быть во всем экономным. Дабы было еще и уделять нуждающимся. Аллилуйя. Укрепи народ Твой, дабы не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обещать, и не страшиться никого, ни царей, ни начальствующих. Укрепи народ Никола Мирвикистич, чудо-творец образ тропости воздержания, добрый архипасты. Моли Бога о нас. Благослови, Господи, приезд Алексея. И все устрои по воле Твоей, если кто. Пошли добрых помощников, которые здесь. Благодарю Тебя, Господи. Помилуй нас. Болите Бога о нас. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь Свою. Дабы день приходит на наше отшествие, не застал нас неготовыми. Но чтобы выше нас крещу Тебя, Господи, с горящими светильниками истинной веры. И сосудами, полными и лея добрых дел, соделанных Духи, святом, с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хилпины, серафимы, все небесные силы, престолу Божию, предстоящие. И святые апостолы, и Петр, и Павел, и Евангелисты, Матвея, Марс, Лука и Иоанн. Дадут Господь нам жажду исследовать Священное Писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о Тебе. Сморите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Бобоносец, Парикапс, Минский, Устинский, Иосиф Космая, Дамиан Андреев, Противатый, Ирон Мучений, Примент Римский, Кремент Анкирский, Анхимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемом, Сорок святых мучеников, Царь Николаевич, Святое Царское Семейство, Владимир, Дениамин и Осип Борис Иглеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на счастание зверя Антихриста. Анфиму, Дениамин и Дайверу, старшие родители, заложенные воспитания. Молите Бога нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Затаусов, Анасий Великий, Икрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Пеодосий, Корниль и Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Собольский, Антонштадт, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Натентин Николай, Макарий Алтайский, Киларет, И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, О замысле иритиков. Разверь. Приедай за двенья, дабы никто не погибший из-за блуждения. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фекла первомученица, Фатина Самаринина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерства Киева, Наталья Адриана, Варвара, Екатерина, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдарина, Мария Египетская, Фескила, Акила, Адриника Юния, Китрияна, Устинна. Да дарует Господь, Женом Идеон, послушание, Молчание, Соломудрие И стыдливость. И сохрани их от тяжества в поругании, И вправе покорилось в долине семейства Евгений, Надежды, Надежды, Святого Владимира, Елены, Людмила, Иоанна, И прими, Господи, Нашу молитву возъявляй, Рух, как жертву вечерней, Благоуханье приятное перед престолом Благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся о Тебе на небе и на земле, Во всемогущем Создателе, Господь наш. Услыши и прими, И исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо, Любящий наш Отец Небесный, Во имя Иисуса Христа просим, Услыши и исполни нашу молитву О всех заповедавших нам молитвы о них, Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай и дослыши Трак Твой. Господи, благослови путешествующие в Лидии, И сердце Стивена, И дальше сообрати. И устрои все по воле Твоей святой. Аллилуйя! Господи, Владыка, живота, Дух праздности, уныния, Любоначаля, празднословия, Сребролюбия не дожди. Да уже целомудрие, Смиренно мудрие, Терпение и любви, Даруй мне родну Твоему. Ей, Господи, ссорю, Даруй мне зреть и моя прегрешение, Ей же не осуждайте брата моего, Яко благословенную сила. Аминь. Боже, очисти меня грешен и помилуй. Боже, будь милостив ко мне грешен. Создав мне, Господи, помилуй меня. Бесчислав, согрешил Господи, Прости меня грешен и помилуй. Хвала Тебе, мой Господь, слава. Благодарю Тебя за милость, Долгочерпение, Что жизнь продлил. Аллилуйя. Господи, Сохрани нас и помилуй И в этот день без грешен прожить. Господи, слава Тебе За все Твои милости, Которые мы осознать не можем. Все Твое От Тебя и Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, Уныния, Любоначаля, Празнословия, Сребролюбия Не дашь мне. Дух же целомудрия, Смиренно мудрия, Терпение и любви Даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, Даруй мне дреть И моя прегрешение, Ежели не осознать и брата моего. Яко благословенную Всеводицу, Аминь. Аминь. Доброе утро всем. Доброе. Сергей, Погружение. Заповедь Христа. Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Слово крестя по-гречески «баптизантес», что означает «погружая». Всюду, где стоит слово «крестить», в греческом оригинале стоит слово «погружать». На вопрос, не желающих крестить полным погружением, где же в Священном Писании говорится, что именно полным погружением нужно крестить. Ответ самый точный. Везде, где стоит слово «крещение», крестить, ставь слово «погружение», погружаясь. Погружать. Такой перевод дан на всех языках мира. И только в русском и славянском языках слово «крещение» подчеркивает духовный смысл от слова «крест» приготовиться страдать. Второе. Символ погребения. Мы погреблись с ним крещением смерть. Римлянам 6.4 Погребение во всех народах означает сокрытие сглаз. Если тело остается на виду, не сокрыто в земле, значит, человек не погребен. Если человек не скрывается в весь воде, он не погребен, не крещен. Крещение обозначает тридневное пребывание Христа во гробе. Кирилл Урусалинский во втором тайноводственном слове в этом смысле растолковывает этот стих римлянам 6.4 В погружении как в ночи ничего не видно, а при возникновении из воды снова как бы стали пребывать во дни. Так ли ныне делают, не погружают, не хоронят, по образу кого погребают, когда тело гроб на виду, как в мавзолее на Красной площади. Всецелое погружение в Духа Святого, всецелое погружение в воде, всецелая отдача себя Христу. Внешний обряд отображает внутреннее духовное состояние. Неполное погружение отражает неполную отдачу Христу, хотя в отдельном случае может быть, что человек всецело отдаваясь Христу принимает неполное погружение, отсутствие возможности или отсутствие на учение не знал. Если кто цитата дальше в болезни просвещен крещением, то не может произведен быть его присвятера, ибо вера его не от произволения, но от нужды, разве токма ради после открывшейся добродетели веры, ради скудости в людях достойных. не ок что это не конец собор или что это правило 12 обливанцев в болезни не возводить не кисарийский собор 12 правило обливанцев в болезни не возводить в присвитеры каноны 3 если кто епископ или присвитер совершит не три погружения да будет извержен апостольские правила 49 50 4 отцы церкви святитель василий великий великое таинство крещения совершается тремя погружениями и равным им по числу призываниями отца сына и святого духа чтобы и образ смерти христовой отпечатлелся в нас и просветились души крещаемых через преподание им боговедения богословские труды Москва том десятый страница 142 145 и о святом духе глава 27 святитель Иоанн Златоуст в девятом томе в толковании на деяние 10.10 объясняет троекратное поднимание сосуда в виде полотна с животными птицами пресмыкающимися что это означает троекратное погружение крещаемого в воде Тертулиан трижды погружаемся как Господь определил в Евангелии о венке воина глава 3 и в крещении о троекратном погружении послание апостола Варнавы написано не им но текст древнейший со второго века цитата мы входим в воду отмеченные грехами и нечистотами выходим же из воды плодоносящими в сердце глава 11 Климент Александрийский Педалион книга 3 глава 1 Апостольские постановления 3 век книга 7 глава 16 цитата потом троеточие епископ или подчиненный тебе пресвитер произнося над ними поименно священное призывание отца и сына и святого духа погрузи их в воде Иоанн Златоуст беседа 25 на Иоанна кавычки открываются когда мы погружаем погружаем свои головы в воде как бы во гробе вместе с тем погребается ветхий человек потом когда мы восклоняемся выходит новый человек Григорий низкий слово на крещение Господне цитата как спаситель был сокрыт в земле так и мы скрываемся в воде троекратным погружением в вону митрополит Киприан 14 век крещение же святое творить и така не обливать водой как латиняне делают но погружать в реке или в сосуде чистом установленном на сие письмо к Афанасию пятое требник при рукоположении везде дают обет никогда ничего произвольно не менять из установленного святыми отцами святыми соборами двоеточие крещается раб божий такое то во имя отца аминь и сына аминь и святого духа аминь при каждом приглашении низводя его и возводя из воды Москва 1979 год 51 страница настольная книга священнослужителя том 4 страница 239 229 по 232 говорится четко о погружении крещаемого Москва 1985 год далее цитата с погребение Христу внешним образом выражается погружением крещаемого в воду погружаясь мы как бы скрываемся от мира и перестаем для него существовать выходя из воды мы воскресаем настольная книга том 5 страница 250 Москва 1986 год 6 на Руси как было раньше и как стало нынче полное погружение 1274 год Владимирский собор очень авторитетный в истории русской церкви запрет на обливательное крещение только погружение в 17 веке при патриархе Филарете 1618 33 года рождения видимо или года жизни скорее всего да года служения обливанцев перекрещивали в 17 веке греческая церковь заняла резкое отношение к латинянам католикам после Константинопольского собора 1736 года католиков стали перекрещивать одна из причин обливания у католиков вкрапления в 1620 году Московский собор постановил принимать латинян через крещение 1667 собор реформа Никона это отменил смотри богословские труды юбилейный сборник Московской духовной академии 300 лет Москва 1986 год обливание ересь кроме тех исключительных случаев как первое в тюрьме второе наудри болезни третье в степи при плене священники произвольно совершающие обливания должны быть извергнуты если не прекратят эту погибельную практику небрежения как призывающую проклятие божие проклят кто дело господне делает небрежно иеремия 48 10 итак для вас священники это заповедь если вы не послушаетесь если не примите к сердцу говорит господь сова то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение и уже проклинаю потому что вы не хотите приложить к тому сердце малахия 2 глава 1 2 стих стоглавый собор 1551 год глава 17 а детей бы крестили в церквах по уставу и по преданию святых апостолов и святых отцов а не обливать водой но погружать в три погружения как написано в печатных служебниках и так погрузив крещаемого по всем помазывает его святым миром и облечет его во все новое прежде взявши его на руки преемнику и поет иерей блаженней им же отпустишься беззакония и им же прикрывшися грехи и прочее а кум бы был один мужеского пола а другое женского больше того не подобает Санкт-Петербург 1863 год стоглав импер переводить Игнатих и че это импер ак наук академия наук требник Петра могилы 17 век допускал крещение только через погружение это же подтвердил Московский собор 1667 года и патриарх Адриан вот как описывает архидьякон Павел Алепский крещение на Руси смотри ЖМП номер 7 за 1985 год страница 75 второй столбец сверху первая строка крестили только погружение обливание считалось настолько неверным обычаем что его даже не признавали крещением и крещеных католиков и даже православных украинцев и белорусов крестили вторично взрослых как правило нерусских крестили в реке после того как они определенное время обучались молитвам церковным обычаям тайнам веры и 40 дней постились стоя в притворе церковном в положении оглашенных Павел Алепский наблюдал крещение в реке после помазания Илеем с крещаемого снимали одежду оставляя его в одной рубашке и священник вводил его в реку затем когда крещаемый достаточно погружался в воду сорочка снималась и крещаемый погружался с головой трижды при помощи пояса пододетого подмышки затем его тотчас одевали полностью во всю новую одежду даже обувь и головной убор полагались новые священник трижды обходил с ним вокруг купели стоявшей на берегу так крестили и в присутствии архидиакона Павла однажды трех мужчин цитата мы увидели нечто чудесное их лица были черные мрачные и тотчас о удивлении преобразились в сияющие светом младенцев крестили в основном в храме в купеле с полным погружением но иногда и в реке уже тогда небрежны были священники на Украине и в Белоруссии впадавшие в унию соседствуя с католиками научаясь по их обычаям по их обычаям и книгам небрежению Иеремия 48 10 и вот мы видим как украинцы и белорусы хлынув на заработки в России в Сибирь до Дальнего Востока буквально все заразили латинским ложное крещение братобритие того как курение театральность служений и разложили русскую православную церковь изнутри своим латинством и неверием и ныне не творят даже обливания против которого боролись святые отцы а просто едва мокрой ладонью мочат волосы на голове ныне идет мочение лбов при обливании человек раздевался и лили на него воду обливали трижды полностью всего с головы до ног если в купели человек должен возрождаться то ныне он удушается по повелению фараона исход первая глава а то что происходит ныне в крещальных есть абсолютное небрежение полная противоположность евангельскому повелению собором святым отцам и даже и не обливание а жуткая профанация крещения русь ныне нуждается в полной катехизации в покаянии в обращении и в полном крещении читайте иеремия 23 глава какой гнев ожидает пастыри за такое проклятое небрежение иеремия 48 10 святой иоанн златоуст говорит большая часть священников погибает том 8 настольной книги священного служителя том 3 страница 601 описана молитва преподобного серафима саровского о русских архиереях и священниках чтобы бог помиловал их а грозный ответ божий гласит не помилую их ибо будут учить учениям и заповедям человеческим сердца же их будут стоять далеко от меня цитата господь открыл мне что будет время когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте и зато гнев божий поразит их и даже столь страшное пророчество преподобного не устрашает латинских выучеников и гаражам личных машин и столовом и мастерским нашли место на территории церковной но нет места только для научения народа и для крещания для взрослых для полного погружения враг рыкает во святилище все разрушил поставили знаки свои вместо знамений наших псалом 73 3 4 стихи вместо крещения христова изобрели кощунство для вымогания денег и обмана простодушных оттого от такого в кавычках крещения никто ни для греха не умирает ни ко Христу не приходит ни жизни не меняет все ложь поистине слепец слепца ведет и оба и креститель и крещеный упавший в яму небрежения невозрожденности бездуховности и не евреи только масоны и коммунисты и еретики виновны в том что народ не научен не возрожден не крещен но именно и более всего пастыри наемники ставшие лютыми волками Матфея 7.15 Ана 10.12 цитата ибо я знаю что по отшествии во моем войдут к вам лютые волки не щадящие стада и из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою Деяние 20.29 архиерей ставит священники мальчишек 18-летних а правила 6-го вселенского собора 14-15 категорически запрещают ставить священники раньше 30-летнего возраста цитата правила святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем двоеточие дабы вопрос святера прежде 30 лет не рукополагать если бы если бы и весьма достоин был но отлагать до уреченных лет ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить подобно и диакон прежде 25 лет и диакониса прежде 40 лет да не поставляется и по диакону поставляется не прежде 20 лет возраста если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет да будет извержен и никакой поместный собор как 1917-18 год отменить не может решение Вселенского собора древний текст учения 12 апостолов дедахи глава 7 2 век что же касается крещения то крестите так прежде провозгласите все это то есть всему научив крестите в живой воде то есть в протекающей в реке во имя отца и сына и святого духа если же нет живой воды крести в другой воде если не можете в холодной то в теплой если нет ни той ни другой возлей воду на голову трижды во имя отца и сына и святого духа крещение погружением основная практика с начала христианства и до 12 века и на востоке и на западе потому почти бесчисленное множество тому почти бесчисленное множество свидетельств обливание допускается исключительно как только при полной невозможности погрузить человека полностью в воде это было как крайняя мера вынужденности при нахождении в тюрьме в лагере в плену в степи у татар болезнь на смертном одре цитата готовящиеся к крещению должны обучаться вере и в пятый день седмицы давать ответ епископу или пресвитеру 6 вселенский собор 78 правило сравните с тем как обращаются с этим правилом ныне почти повсеместно пришел заплатил что-то вычитывает заплатил что-то вычитывает священник сам же вопрошая и отвечая стоя рядом с купелью в которой нет никакой возможности погрузить даже недоношенное дитя готовить и учить нужно цитата в болезни принявшим крещение и потом получившим здравия подобает изучать веру и познавать что божественного дара сподобились ладыкийский собор правило 47 цитата крестившиеся должны очищением жизни приближаться к богу 6 вселенский собор 96 правило а ныне в кавычках крестившиеся уходят и уходят навсегда в мир никто и не думал очищаться изменять жизнь и все в крещальне есть обман кощунство небрежение корысть денежная симония месячный минимальный оклад заплата за крещение цитата от языческого жития недавно приступивших к вере не должно скоро приводить к духовной купели 1 вселенский собор правило второе и лады киски 45 а что ныне видим вообще от языческого жития не думал человек приходить ему лоб помочили отняли деньги и он ушел и никто не думает его искать а ведь он уже не оглашенным а верным называется еретического крещения не должно принимать апостольское правило 47 цитата итак относительно вопроса о кафарах чистый смотри второй вселенский собор правило 7 и речено прежде и ты благорассудительно упомянул якобы подобает последователя обычаю каждой страны потому что о их крещении различно думали рассуждавшие о семь предметах в свое время крещение пепузиан по моему мнению не имеет ничего в свое защищение я удивился как не приметил его великий Дионисий будучи искусен в правилах ибо древние положили принимать крещение ни в чем не отступающие от веры посему иное нарекли они ересью иное расколом а иное самочинным сборищем еридиками называли они совершенно отторгшихся и в самой вере отчуждившихся раскольниками разделившихся в мнениях о некоторых предметах церковных и вопросах допускающих врачевания а самочинными сборищами собрания составляемое непокорными пресвятерами или епископами и ненаученным народом например если кто быв облечен во грехе удален от священнослужения не покорился правилам а сам удержал за собой предстояние священное служение и с ним отступили некоторые другие оставив кафолическую церковь сие есть самочинное сборище покаяние мыслить иначе нежели как сущие в церкви есть раскол ереси же суть например манихейская валентинская макрианитская и сих самых пепузиан ибо здесь есть явная разность в самой вере в бога почему от начала бывшим отцам угодно было крещение редиков совсем отметать крещение раскольников как еще не чуждых церкви принимать а находящихся в самочинных сборищах исправлять приличным покаянием и обращением и снова присоединять к церкви таким образом даже находящиеся в церковных степенях отступив вместе с непокорными когда покаются нередко приемлются снова в тот же чин пепузиане же явно суть еретики ибо они восхулили на духа святого нечестиво и бесстыдно присвоив на минование утешителя Монтану и Прескилли посему боготворят ли они человеков подлежат за сие осуждению оскорбляют ли духа святого сравнивая его с человеками и всем случае повинны вечному осуждению ибо хула на духа святого не отпускается какая же была бы сообразность признать крещение тех которые крестят во отца и сына и в Монтана или Прескил Ибо Несколько И суть крещены крестившиеся в то, что нам не предано. Посему, хотя великий Дионисий и не приметил сего, но нам не должно соблюдать подражания неправильному. Ибо нелепость сама собою явна и ясна для всех имеющих хотя несколько рассуждений. Кафары суть из числа раскольников, однако угодно было древним, как то Киприану и нашему Фермиллиану единому определению подчинить всех сих кафаров, енкреатитов. Идропарастатов и Апатактитов. Ибо хотя начало отступления произошло через раскол, но отступившие от церкви уже не имели на себе благодати Святого Духа. Ибо оскудело преподание благодати, потому что пресеклось законное преемство. Ибо первые отступившие получили посвящение от отцов и через возложение рук их имели дарование духовное. Но отторженные, соделавшись мирянами, не имели власти ни крестить, ни рукополагать и не могли преподать другим благодать Святого Духа, от которой сами отпали. Почему приходящих от них к церкви, как крещенных мирянами древние, повелевали вновь очищать истинным церковным крещением? Но поскольку некоторым в Асии решительно угодно было ради назидания многих принять крещение их, то да будет оно приемлемо. Подобавит же нам усмотреть злохи ищрения янкреатитов. Они досаделывают себя неудобоприемлемыми для церкви, умыслили, предускоряя совершать собственное крещение, через что и собственные свои обычаи изменили. Итак, поскольку от них ничего не ясно, не изречено, думаю, что прилично нам отвергать их крещение. И если бы кто принял от них воное, такого приходящего к церкви, крестить. Но если сие может быть препятствием общему благосозиданию, то паки подобает держать и сообычая и следовать отцам, благо рассмотрительно устроившим дела наши. Ибо я опасаюсь, чтобы нам тогда, как хотим удержать их от поспешного крещения, не оттолкнуть спасаемых строгостью отлагательства. Если же они сохраняют наше крещение, сие да не устыжает нас, ибо мы обязаны не воздавать им за то благодарность, но покоряться правилам с точностью. Всемирно же да будет установлено, чтобы после их крещения, приходящие к церкви, были помазуемы от верных и так приступали к таинству. Впрочем, ведаю, что братья Заина и Сатарнина, бывших в их обществе, мы приняли на кафедру епископскую. Почему соединенных с их обществом уже не можем строгим судом отчуждать от церкви, постановив принятием епископов как бы некое правило общения с ними? Василий Великий, первое правило. И крещенных еретиками должно перекрещивать апостольское правило 47-е, 68-е. Цитата. Обращающихся от ереси так называемых фригов, хотя бы находились в нимом у них клире, и величайшими наименовались, со всяким чаянием оглашайте и крестите епископам и присвятерам церкви. Лаодикийский собор, восьмое правило, Василий Великий, первое. Цитата. Читата. 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 Честноватого не крестить, пока не освободиться и лишь при конце жизни. Тимофея, правило второе. Жену оглашенную, если ко дню крещения приключится ей обычная жена, не крестить, доколе не очиститься. Тимофея, шестое правило. Приходящих к крещению тщательно исследовать, ради чего пришли креститься. Житие и нрав их узнавать. При худом свидетельстве о нем господина его, да будет отвержен, доколе явится достоин господину своему. Апостольское правило первое. Цитата. Оглашенный три лета, да получается. Если же будет почлив усерден, да будет приятен принят. Не временное, вот смотрим, но обычае апостольского правила. Апостола Павла, правило четырнадцатое. Сейчас ни веры, ни жизни крещаемого не спрашивают. Было бы заплачено. Квиток на руках есть? Сии же правила должны быть внушаемы при рукоположении, дабы не поступали против их. Карфагенский собор, двадцать девятое правило. Антиохийский собор, двадцатое правило. За нарушение правил и извержение Исана Анафема. Седьмой Вселенский собор, правило первое. Шестой Вселенский, правило второе. Цитата. Содержимое в древности должно соблюдать. Карфагенский собор, третье правило. Притворно делающихся христианами в общение и в церковь не принимать, и детей их не крестить. Седьмой Вселенский, восьмое правило. Некоторых церковным увещанием и пятим ям должно предавать суду гражданского правительства, апостольское и божественное. Правило подвергает извержению священников, дерзающих, бить верных, согрешивших или неверных, нанесших обиду. Апостольское правило двадцать седьмое. Цитата. Ухищряющиеся угодить своему гневу и превращающие апостольские установления, разумеется, и только обьющих собственноручно. Хотя оное правило ничего такого не означает, и правый смысл так понимать не попускает. Ибо по истине было бы нерассудительно и весьма погрешительно, если бы нанесший собственноручным биением три или четыре удара подвергаем был извержению. А между тем по данной свободе бить посредством повеления, простерший истязания до жестокости и до смерти, оставался бы не наказанным. Итак, поскольку оным правилам определяется наказание за биение вообще, то и мы согласно определяем. Подобавит Бог священнику Божию вразумлять неблагонравного наставлением и увещаниями, иногда же и церковными эпитемьями, а не устремляться на тела человеческие с бичами и ударами. Если же некие будут совершенно непокоривы и в разумлении через эпитемии непослушны, таковых никто не возбраняет вразумлять преданием суду местных гражданских начальников. Ибо пятым правилом антиохийского собора постановлено, производящие в церкви возмущение и крамолы, обращать к порядку внешнюю властью. Ибо не должны быть вводимы новости вопреки писаниям и церковным правилам. Сие же пишем, поставляя преграды не тем, которые в церкви Божией по писанию подвижничествовать желают, но тем, которые подвижничество приемлют в повод гордости, возносятся над живущими просто и вопреки писаниям и церковным правилам, вводят новости. Таким образом, мы и девство со смирением соединенное чтим, и воздержание с честностью и благочестием соблюдаемое приемлем, и смиренное отшельничество от мирских дел одобряем, и брачное честное сожительство почитаем, и богатство с правдой и благотворением не умертяжаем, И простоту и малоценность одежды, потребляемых токморадми по печенью от теле неизысканного, похваляем, а изнеженного в мягкой одежде и хождении отвращаемся. И дома Божии почитаем, и собрания, бывающие в них, как святые и полезные и приемлем, не заключая благочестия в домах, но почитая всякое место, созданное во имя Божие, и хождение в Церковь Божию на пользу общую приемлем. Ибо избыточествующее благотворение братьев по преданиям посредством Церкви нищим, бывающие, ублажаем. И да скажем вкратце, желаем, чтобы были в Церкви все принятое от божественных писаний и апостольских преданий. Ганский собор, 21 правило, 1 Вселенский собор, 2 правило. По нужде и другим побуждениям человеков многое происходило в древнее время не по правилам Церкви, но впредь такого ничего не должно быть. 1 Вселенский собор, 2 правило. Из действующих ныне 719 правил Вселенских и Поместных соборов и Святых Отцов, эти правила должны регламентировать всю церковную жизнь, 413 правил, то есть 57% их ежедневно, умышленно, целенаправленно нарушаются и считаются как бы несуществующими. Ну, наверное, на этом оставить сегодня можно? Да. Вот один час, 20 минут практически у нас идут моления и занятия. Ну, вот такое дело. Какие вопросы возникли? Вот этот материал мне пришлось собирать 40 лет. Вы видите, какие материалы редкие? И ходило съездить в другие города, находить требники в Дониконовске, в Инстане. А эти, которые учатся сегодня в семинарии, в Академии, они во сне не видали этих материалов. Вот меня спрашивают, для чего семинария? Я говорю, только для того, чтобы оправдать любое безумие, любое. Стали говорить о Бороде, а усы, про усы не сказано. А учат уже в семинарии. До Академии доучился, а Бакенбарды? Вот видишь, куда он? Он скоро к Баткорту перейдет. Неплохо, что семинарии есть. Учат по делам махать, это деньги собирать. Ну, кроме этого, это еще и эти соборы. Только мысленно вообрази. Воображение – это первое качество лидера. Сидят 430 епископов всего мира. И вдруг какой-то плюгаменький сморчок вылазит. А давайте экономию проявим. От баптиста принимают без крещения. А сам из баптиста пришел. И учат нас, как правильно жить по-православному. Ну, то есть совершенно бессовестный еритик втесался в православную церковь. А они осудили церковь. А они осудили слова Христа «Создам церковь, брата, да не одолею». То есть они враги Божии. Все. Так они говорят хорошо. Говорят хорошо – это не все. Лучше безбожьих атеистов никто не говорил. Какое царство обещали? И где оно? Тоже моральный кодекс. Моральный. То есть заморать только могли. И вот одна праза. Вот одну празу только, чтобы взять. Хипрема Сирина. О крещении. Шесть томов надо было лопатить. И за на златоустом две выдержки. Двенадцать томов. И нигде их нет выписанных. И вот этот материал наш, он... Ну, просто не имеет аналогов. Видите, такая полнота. 136 свидетельств. И они не слышат. Глухие, немые. Как аспиды. Я ему показываю материал. Он говорит, так нам разрешено. Разрешено безобразие. Сейчас гибнут, в ад толкают. Они безбожники. Я отвечаю, пираты захватили корабль. А что делать? Делать, как должно. Архиерея за это отлучит. А вот это как раз и надо. Чем больше будет отлученных, тем быстрее пробудется народ. Из одного Владимира Головина. Сколько сейчас там везде люди поднимаются? Они говорят, кроме денег у них ничего не интересует. А тут даже по канону говорят, обращаются к гражданским судам, когда они безумствуют. Они дерутся. И вот этот материал представляли. Вот тут. Плохо, что с Артисон нету. Валентина. Она пошла, тогда у них Артемий был. Главное, пришел на нашу встречу, когда мы были там. Пришел совсем другой человек. Столь еще-то коснулось его, его убрали, а сейчас другой пришел. Главное, по-русски стал. И про каноны. Привел человека какого-то, как одержимого. Еще посидели, я вижу, разговаривать не с кем. Валентина там старается, он сразу ее прижал, когда она была в Потеряевке, приняла крещение с Катериной, с дочерью, там, с внучкой. Они враги. Готовый материал. Вот этот материал по частям я собирал из года в год, потому что в раз не найдешь. Я был в Жорданвиле в монастыре и спрашивал блаженного Иеронима, а не с оглядкой. Видимо, там лежи на книге, поставили метку какую-то, не давать никому. Называется труд его «О нравственности священства». Запомните. Иероним Средонский. Он такой же почитаемый в Западной Церкви, в части Церкви, как у нас Ян Златоуст. «О нравственности священства». И он эту брошюру выпустил. От него отговорились все друзья. «Ты мать Церковь раздел, ты мать Церковь». Вот они сейчас эти же слова говорят. Только кто говорит, никого тех не осталось. Язычники от руки переписывали его трактат. Ботвы какие. А он говорит, а по-другому как можно освободиться? Сорни выносить из СБ? Они серебролюбцуют. Андрей Куректов что делает? А он был хороший, а сейчас он плохой. А почему он? Все это голубое лодное разоблачает, он показывает не только это. Вот что Мэри брал книги-то, считает похоже, говорит, что Игнатий он ничего не придумывает, он опубликовал то, что нами забыто, засыпано. Это он правильно понял. Так надо об этом молиться. Вот мне приближут встречи, если только все благополучное, с этим шахматовым. Суббота. Ты, Алексей, это, Сергей, дадите до конца, как, что, в общем материале. И встретите, проводите, и чтобы у нас тут было утром на богослужении. Тут это, ради чего приехал, тут это будет. Какая-то фотостудия, секта, до того интересно. Фотостудия называется секта. Это надо придумать и туда прийти нам. Вот это на Новый год, на Новый год, на Рождество, Архиереем, вот этот материал я пересылал, но не целиком, по частям. И везде, сейчас во многих местах, строят купель. Купель сделали, толстыми мраморными плитами, закрыли, и все на этом остановилось. Не крестят, не верующие, не хотят. Отдельные только крестят, отдельные. Ну а какой процент? Да я не считал, но думаю, не больше 10%, которые начинают что-то делать. А что делать? Согласно канонам, извергать, так и никого не будет. Да и не надо. А зачем они нужны? Жеребцы. Не надо. А что делать с храмами тогда? Закрыто, замок, я говорил, начинать вести занятия. А занятием любая может считать материал женщины, готовый материал, и которые будут обращаться, молиться о рождении свыше, и по одному запускать в храм. Это время императора Деки. В 249 году по Рождестве Христовым пришел. Пришел внезапно к власти, военной, захватил там, ну куч военной. Как ударил по церкви, подбирать, начали книги отбирать, как посыпало все. Все в партию полезли, кто куда, дети учатся в университетах, по шее. Ну как, 17-й год-то. Застонали все, и начались люди, которые повели, как под о чем митрополит Сергий Строгородский говорит, люди не обвеченные никаким саном. Путем своей энергии они выдвинулись вперед и повели народ за собой ко Христу. И далее показано, уже церковь полностью обновилась. А в 251 году, фактически не полно, три года был, на него было покушение, его убили. А церковь обновилась. Вот нам Господь показывает, кто мусульман на нас, кто ульянова нашлет. Там был Юлиан, а тут Ульян. Я вижу в этом намек. Слово-то одно. И такие же законы издавал, и такой же умный был, и та же внезапно погиб. Но если ничего нет, что, прощаемся, друзья мои? Давайте. Спаси Христос, Ангела-Хранителя. Спаси Христос, летом ждем гости. Услышал, понял. Ну, что я не понял, ты собирался летом к нам приехать-то? Да, обязательно. Ну, Раису-то свою подборщину и туда. Пытим сложнее. Ну, постарайся, тебе будет легче жить потом. Верю. Давай, молись, а чтобы она с тобой была. Я же передал поклонцу Вере, приглашение. Тони Крещеный, здесь у нас вот участвует и троекратное погружение. Помните, 7 июля у нас будет Крещение. Подавайте заявку. Возь или полное погружение. Июня или июля? Июля, ля. Июля, ля. После, ну, как раз, до поста остается совсем немного, три дня. Ну, вот так, все пока, тогда отхожу. Еще вопрос. После поста утренний... Не понял, что... Вот сейчас мы собираемся, чтобы молиться в утренний мою песню. Когда пост закончится, также будем собираться? Ну, я не знаю, я советую с 10 июня оставить до нашего приезда. С 10 я выезжаю, а до этого дело покажет, как после панцы. А почему нет? Пасхальный будем читать канон, молитвы многое изменится. У нас не одно и то же, потому что за счет послесловия молитвы, она все разная. Вы сами-то тоже хотят одного человека приводите на молитвы, на занятия. Не сидите, говорите, свидетельствуйте. Потому что некоторые служители прожили, еллищи, и ни одного человека не привели. Надо работать. Все из семьи всегда. Пожьешь, что посеял тогда. Вот это и есть. Что тогда? У отца Владимира там молитва по соглашению была, а у нас вот, ну, по согласию. Только разница вся под названием. А то же самое. Только денег нигде тут нету. А мне вопрос этот будет задан. Отошел. Спасибо, Крестер.